Свердловский суд. На скамье подсудимых два человека. Основной обвиняемый – 30-летний Марс Будошев, водитель маршрутки. В конце мая этого года он вместе со своим другом Ахматом Сиитовым похитил 19-летнюю Бурулай Турдалиеву с целью жениться на ней. Однако девушка отказала ему, да и родственники обратились с заявлением в милицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали похитителей и доставили их в РОВД Джаильского района. На тот момент с девушкой всё было хорошо. Но спустя пару часов мужчина, по версии обвинения, хладнокровно зарезал Бурулай в здании милиции. А после пытался покончить с собой. Не вышло. И теперь, спустя 8 месяцев после убийства, Марс Будошев заявляет, девушка была не против похищения и вообще он не помнит, как убивал. Фемидо в итоге вынесло решение. «Приговорить к 20 годам лишения свободы в колонии усиленного режима». Марса Будошева признали виновным по статье 155 «Похищение и принуждение женщины к вступлению в брак» и 97 «Убийство». Ахмата Сиитова по статье 30 «Соучастие в преступлении». Однако родные Бурулай считают, в произошедшем виноваты не только Будошев и его друг, но и сотрудники милиции, которые допустили убийство. Дисциплинарные наказания вплоть до увольнения получили 23 сотрудника милиции. Пятеро оказались на скамье подсудимых. Им предъявили обвинение по статье 316 «Халатность». Последнее судебное заседание над милиционерами прошло осенью этого года. Тогда адвокат потерпевшей стороны заявил отвод всему джаильскому суду. «Подсудимые занимали разные должности, сталкивались с судебной системой и работали с прокурорами, поэтому есть вероятность необъективного рассмотрения дела. Мы считаем, что члены коллегии с самого начала заняли сторону подсудимых». В итоге дело направили в Чуйский областной суд. Когда пройдет следующее судебное заседание над милиционерами, пока неизвестно. Марат Ахматов, Рамазан Сушенло, телеканал «Апрель».